This is the President Игра, политический триллер от разработчика SuperPak, о котором известно только то, что он SuperPak и разработал This is the President. История студии вышла не сильно впечатляющей, да? Несмотря на издательство THQ Nordic и вхождение в бандл с This is the Police, кстати, я уже переименовался, можно мне тоже в тот бандл? Игра за два с лишним года не дотянулась и до 300 отзывов, а уж учитывая, что более 30% из них отрицательные, всё и вовсе выглядит крайне печально. Что же не так с этой игрой? Сегодня разберёмся. Но сперва, здесь куда более интригующий меня вопрос. Так как языка в игре всего два, это русский и английский, то хотелось бы знать, костюм президента какой страны нам придётся примерить? Я президент России. Я президент США. Кто я? Впрочем, Белый дом в заставке даёт понять, что сегодня именно Америку мы будем разрушать своими неумелыми действиями. Ну а если именно для вас вот это не работа мечты, то не расстраивайтесь. Ведь в современном, быстро растущем мире очень просто овладеть любой профессией. Достаточно пройти курсы на... Я хочу быть хирургом. Ну это тебе... Сначала надо институт закончить, потом интернатура будет. А ты вроде говорил, у тебя там какие-то курсы, не? Погнали. Начинается игра с того, что мы, как будущий президент, должны произнести торжественную победную речь. Ммм. Неплохо. В ходе которой уже дать несколько обещаний, которые надо будет выполнить в первый год игры. Чего? В смысле игра, мать твою, ты издеваешься? Ты ещё даже не началась. Я понятия не имею, сколько у меня денег и много ли миллион баксов в этом контексте. Я не знаю, как делать законопроекты. И даже понятия не имею, есть ли у меня афроамериканец в команде. Ну вот будь добр, пообещай. Но обещай с умом, а то вот не выполнишь, и это скажется на твоём рейтинге. А в итоге вот эта херня сказалась на рейтинге игры. Ну ладно, ладно, всё не так уж плохо, ведь после этого наша жена отводит нас в сторонку, и тут уже по полной даёт экспозиции. Оказывается, мы пошли в президенты только для того, чтобы внести в конституцию новую поправку. Недавно мы подняли кучу бабла на частных тюрьмах, чудом не угодились за решётку, и теперь было бы неплохо законодательно закрепить полную неприкосновенность бывших президентов США. И завязка-то, конечно, интригует, но вот план реализации вас, скорее всего, запутает. Ведь сначала нам необходимо будет найти 7 лямов, чтобы выйти на лоббистов Капитолии. Потом переманить на свою сторону 2 трети Конгресса. Затем заменить одного из судей Верховного Суда для вынесения поправки на народное голосование. И, наконец, заручиться поддержкой 90% американцев. Почему именно 90%? Ну, конечно же, не для того, чтобы поставить под конец игры крайнюю сложно выполнимую цель, да? А чтобы, типа, после тебя уж точно никто не посмел отменить поправку, принятую при президенте-то, с таким большим рейтингом. Ну да, ну да. Я даже такого не было, чтобы вся Америка очень сильно любила какого-то человека, а он потом оказывался белым Косби, например. Впрочем, финальный твист еще превратит вот эту 90%-ную цель в полнейший цирк. Ну, об этом ближе к концу видео. Однако должен отметить, что сюжет, как по мне, в игре выстроен интересно. Изобилует яркими персонажами, политическими интригами и твистами. Действующими лицами тут являются и твои подчиненные, и оппоненты, и лидеры других стран. И для меня они все имели лицо. И пускай лицо председателя КНР изображено, как будто он только что из преисподней, но это его лицо. Поэтому за сюжетом интересно следить. Хотя некоторые из местных сюжетных поворотов, конечно, достаточно нечестные. В частности, игра просто обожает вкинуть какую-нибудь проблему из прошлого главгероя, огорошив этим и твою жену, и тебя как игрока. Слышь, господин президент, тут пришла информация, что ты гей. Ты че, и правда гей? Если написано, то, наверное, да. Мне-то ладно, мне просто больше интересно, как ты перед женой собираешься оправдываться. Так, стоп, тут написано, что ты еще и наркоман. Ты гей-наркоман? Да, наверное, ну да, да. Ты че, Андрей Петров? Получается, что так? Капец, блин, Андрей Петров президент США. Так, стоп. Тут написано, что ты еще и геронтофил. Это правда? Видимо, да. Ну, получается, что ты хотя бы не Андрей Петров. Слушай, это уже неплохо, я считаю. Так, стоп. И... Там возможность за бабло снять стресс у персонажа. Вот вам окно лоббирования закона проектов, где можно поменять бабло на рейтинг. Вот вам штаб команды, где каждое назначение обычно дает и баф, и дебаф, плюс повышает стресс у назначенного персонажа на единичку в месяц. А вот вам список предметов, дающиеся за определенные миссии, позволяющие поднять рейтинг или поднять бабла. Хотя это больше все так, вспомогательные окна, позволяющие держать все параметры на адекватных пределах. Основной геймплей же тут кроется в заданиях. Их можно условно разбить на три группы. Первые, сюжетные, когда вы читаете тексты и попутно принимаете какие-то решения, которые или поведут сценарий по определенному пути, или как-то изменят бабло и одобрение. Эти задания могут маскироваться много подо что-то. Под международные переговоры, под твои выступления, под переговоры с командой. В частности, когда вы выбираете первый указ из... рассекретить документы из зоны 51, найти вакцину от рака и искоренить бедность. Не, как-то слабовато. Давайте лучше так. Значит, мой первый указ. Я запрещаю смерть. За смерть теперь мы будем серьезно наказывать. Казню. Смертельной? Воскрешающей. Ну ладно, ладно, если вчитываться в сам текст, там все не настолько неадекватно. Второй тип заданий — это долгосрочные задания для вашей команды. Закидываешь исполнителя, он становится неактивным и в следующий месяц возвращается с отчетом и с увеличенным стрессом. Эти задания — это такой тупо менеджмент. Хватит или не хватит у тебя персонала. Так как в 90% случаев запросы максимально конкретные. Дайте нам одного программиста, дайте нам двух вышибал, дайте нам кого-нибудь для связи с общественностью, дайте нам интеллигентного мужчину, желательно гея. Вы знаете, я получил ваш запрос, но как недавно выяснилось, у нас из геев в команде только я. Но я очень занят. И последний, третий тип заданий. Задания для команды «Здесь и сейчас». Самый непродуманный тип заданий. Как это работает? Вот говорят, например. «Хей, нам нужно разузнать, кто будет тайным гостем на ток-шоу. Кого бы отправить выполнять это задание?» «Ну не знаю, давайте хакера, ну и вышибалу ему в помощь». Отлично, отправляем их, только я забыла сказать, что в компе и в гаджетах все равно ничего нет. Ну ничего, у нас же в игре есть специальный инструмент, который позволяет произвести срочный вызов подчиненного. Правда, скорее всего, он за это попросит нихреновую прибавку к жалованию до конца игры, но по сравнению с остальным, это еще мелочи. Ведь дальше надо выбрать персонажа и действия, как решить данную проблему. Обычно каждое действие стоит немало стресса. Даже если оно не должно быть таковым. Что? Попросить хакера подобрать пароль к ноутбуку, использовав даты рождения родственников владельца, это один стресс? Ну да, вот после того, как увидят их даты рождения, вот после этого точно только к психотерапевту, не иначе. О, попросить чела подорвать себя. Три стресса. Ну, пусть взорвется. Зато хоть не выгорит. Но, так или иначе, многие из путей решения проблемы не приносят никакого эффекта. Часть заданий тут могут иметь несколько этапов, а результат от действий ты видишь сразу же. И на что ты постоянно будешь натыкаться? Ну, примерно на это, что вот щелкнул ты на выполнение заданий. Выбрал не тех людей, из-за чего пришлось поднимать зарплату нужным. Выбрал не то действие, превысил лимит стресса у персонажа, из-за чего он или выпал из обоймы на время, или вовсе уволился. А задание ты тут же провалил и получил сильный минус к рейтингу. Короче, ты достаточно быстро просаживаешься и по деньгам, и по команде, и по рейтингу, и начинаешь как-то закономерно искать способы нивелировать этот урон. Благо способ находится очень быстро. Да, потому что игра сохраняет свой прогресс только в эдаком состоянии покоя. И если закрыть проваленную миссию на окне результатов, то после загрузки ты почти всегда окажешься в начале этой миссии. И сможешь перепройти ее, зная и нужных людей, и действия, которые не стоит выбирать. Слушай, ну все-таки надо играть по-честному. Ты что, долбанулся? Ты что, забыл какие тут окна выбора? Да, это не то чтобы задание, но между миссиями часто всплывают окна с текучкой. Ну, такими насущными проблемами, на которые надо дать ответ «да-нет», и которые также, рейтингом баблом и прочим, влияют на вашу игру. Эти окна, по сути, не генерируются. При попытке переиграть день будут всплывать все те же. Но, блин, насколько же зачастую эти выборы ублюдские. Два самых повторяющихся паттерна этой игры. Первый. Господин президент, мы слышали, вы выиграли полмиллиона долларов. Не желаете ли потратить их на благотворительность? Нет, вы знаете, я подумал, я... Я решил оставить их себе. Срочно в номер! Президент – жадная задница. Он и не собирается помогать простым людям. Его рейтинг стремительно падает. Так, секундочку, давайте-ка вот это назад отмотаем. Значит, я решил раздать все выигранные деньги на благотворительность. Срочно в номер! Президент – тупой баран, которого лохотронщики развели на фейковую благотворительность. Его рейтинг стремительно падает. И второй. Господин президент, к Белому дому прибился маленький, беззащитный, голодный котенок. Вы не против, если мы покормим этого плачущего? Мяу-мяу-мяушного котенка. Ну, покормите. Хорошо, господин президент. О, нет! Вы только что узнали, котенок оказался членом Аль-Кайды! Рейтинг одобрения опустился до минус 15 тысяч процентов! И ты, зная такую подставу со стороны игры, во-первых, раздражаешься, а во-вторых, это, на мой взгляд, дает тебе моральный карт-бланш самому пытаться обмануть игру и Alt-F4 на полную катушку. Ну, ладно. Давайте попробуем сыграть честно. То есть, я правильно понимаю, что тут я должен нажать не Alt-F4, а завершить. Ладно, что там дальше? Что? Если что-то пошло не так, выберите месяц, с который вы хотите вернуться? Не, ну это полный трындец. Складывается впечатление, что игра нарочно учит тебя объюзить быстрый выход. Так как начинается она в ноябре 2020 года. Ты играешь, сталкиваешься с первыми жесткими трудностями, с миссиями, на которых половина твоей команды может выгореть в раз. А вот только уже потом, через 6 месяцев, что по игре достаточно дофига, в апреле 2021 года открывается возможность перезагрузить любой месяц. Только при перезапуске ни новых миссий не будет, ни новой тихучки не будет, на вот пролистывая эти десятки медленно открывающихся окон. С таким раскладом я вообще не вижу причин не Alt-F4-ить. Правда, тогда не особо понятен геймплей игры, так как при таком подходе он сводится исключительно к прошел, посмотрел все места, где игра пытается тебя наколоть, перепрошел, профит. Также геймплейная игра сама себя закапывает, в том числе и механиками, которые она презентует и на которые потом забивает. Что? Неподписанные законопроекты могут потерять актуальность и улететь в мусор? Ну да, два из нескольких десятков, по-моему, и вправду могут. Что? Некоторые предметы, если вы их не заюзаете, можно будет использовать по сюжету? Ну да, я нашел ровно один такой предмет из примерно полусотни. Впрочем, может эта игра интересна как некая визуальная новелла? Но что-то в этом есть. Невозможно было сделать игру про президента США, не вылив при этом кучу сатиры. И я получил на самом деле много удовольствия, наблюдая за пародией на иллюминатов, за тем, как ты просаживаешь рейтинг, отмывая полтора миллиона на строительстве космодрома, а потом отыгрываешь репутационный ущерб, пожертвовав девочке 25 тысяч на лечение. Узнали? Согласны? Донбасс, я вас не слышал! И да, частая игра бьет в цель. Тут, как и у нас, ты можешь поднимать рейтинг строча посты в твиттер, хотя самыми залайканными комментами обычно будет хейт. Также глава Китая переживает по поводу сравнения его с мультяшкой. А у русских все так же самые классные мемы. Горжусь. Однако вместе с этим достаточно странно наблюдать, как игра будто бы намеренно мажет в некоторых местах. К примеру, в игре есть Украина, есть Россия, и у России территориальный конфликт со страной, через которую проходит ее газопровод в Европу. И эта страна, естественно, брежище. Ага. Причем в игре также присутствуют и Израиль, и Палестина, и Сектор Газа. Это Сектор Газа, а не Сектор Король Шут. Ну и совсем уж иронично выглядит замут с тем, что по сюжету твоя партия выдвинула тебя только для того, чтобы ты придержал кресло президента для их следующего, молодого кандидата, который в силу возраста пока не может участвовать в выборах. Игра, а можно уточнить, для кого именно из этих вот двух юнцов я сейчас держу место? В общем-то да, многие моменты заставят вас немножко покринжевать. Причем предполагаю, что в зависимости от вашего положения на политических координатах, кринжевать мы с вами вполне можем с абсолютно разных вещей. Такова уж специфика политической игры. Но, что однозначно хорошо сделано, это статьи в прессе. С ними вы можете понять и какие события будут происходить в дальнейшем, и получить оценку своим действиям, поняв, где вы были неправы. Более того, некоторых журналистов можно даже на интервью позвать. Здравствуйте, господин президент. Меня зовут Бетти Главер, я из издания Let4Dead. Хотела бы задать несколько вопросов. Без проблем, Бетти. Но сначала у меня есть к вам один вопрос. Когда третья часть, блин? Хотя и тут не без ложки дегтя. Почему-то то журналисты пишут о тебе разгромную статью, что не влияет на твой рейтинг, то хвалят тебя, что опускает твой рейтинг. Но на самом деле, мне кажется, что возможно, это просто баги игры, которые все еще не дочистили. И вы мне тут могли бы сказать, аж, ну мы поняли, что это не самая лучшая игра, но не на 69% же явно. Ну а это только потому, что вы пока что почти что не говорили о ваших подчиненных. Мы совсем немного обсудили их в плане стресса, но поверьте, почти все, что с ними связано, реализовано через задницу. Да мы можем даже про тот же стресс и продолжить. Эй, не хочешь позвать дешевого психолога, чтобы он поработал с нашей командой? Конечно хочу. И правильно, ведь он у всех снизил стресс на двоечку. Замечательно. А мы можем позвать его еще раз? Нет. Но зато мы можем использовать специальный предмет виски, который получили на одном из заданий, и уменьшить у всех стресс. Отлично. А мы можем послать десант в ближайшую КБХу, чтобы еще купить виски на следующий месяц? Нет. Короче, ваша команда в игре это краеугольный камень геймплея, через который игра будет всеми силами пытаться нагнетать кризисность и накручивать сложность абсолютно абсурдными способами, которые ничего иного, кроме раздражения, у вас вряд ли смогут вызвать. Но давайте начнем все же по нарастающей, с чего-то не столь значительного. К примеру того, что у ваших подчиненных, по сути, нет степени квалификации, только навыки. У вас может быть обычный сисадмин за 19 штук баксов в месяц с навыком взлома техники, и супер-пупер-мега-крутой хокерман за 200 с лишним штук в месяц с навыком взлома техники, и в 95% случаев, 5% оставим на всякие, мало ли я что не видел, они ничем не будут отличаться на миссиях, где надо что-либо взломать. Вот в чем они будут отличаться, причем, возможно, более дорогой еще не в лучшую сторону, это бафы и дебафы при назначении их на должность. Жаль только, что нормально вот это не всегда получится выбрать, потому что часть из них это тупо дебафы, типа, если этот перс на посту, вы тупо теряете по 100 тысяч баксов в месяц. Замечательно. Часть из них попросту нереальны к использованию, например, когда тебе дают деньги, но увеличивают стресс за выполнение задания на несколько единиц. Ну да, с учетом того, что многие действия и так 4 единицы стоят. Повышать их до 6, когда лимит вообще-то 5, это прям самое то. Ну, а часть из оставшихся это хохотухи от разраба. Типа, перс добавляет вам по ляму в месяц. Ничего себе. Круто. Но при этом минусует 2 ляма в месяц. Или персонаж, который приносит вам по 300 баксов в месяц. Нет, не 300 тысяч баксов, просто 300 баксов. Че не смеете что? Не смешно? Поэтому стабильно берешь штат нового перса, в трех должностях он полнейший клоун, в двух не подходит под твои текущие цели, а оставшаяся одна должность занята кем-то получше. Ну ничего, всегда же можно нанять еще людей. Нет. Количество доступных персонажей для найма крайне ограничено. Поэтому мой список резюме всю игру пребывал почти в пустом состоянии. Я всегда нанимал всех, кто хоть маломальски походил на персонажей дефицитных профессий. Походил, потому что, к сожалению, точно прикинуть до найма невозможно. Какие навыки у него есть, а какие нет, в резюме это просто, блин, не указано. Ну аж, спросите меня вы, на кой хрен тебе еще новые люди в команду? Ты че, их жрешь, что ли? Ну смотрите, часть персонажей можно будет нанять только при определенном уровне рейтинга одобрения. Но есть нюанс. Добро пожаловать в команду. Сэр, вынужден сразу вас немножечко предупредить. Дело в том, что вы не подумайте, я не отказываюсь с вами работать, но если вдруг ваш рейтинг опустится ниже 60%, то я не буду выполнять ваше задание. Хорошо. Ты знаешь, я тоже не отказываюсь работать с тобой, но если вдруг мой рейтинг будет ниже 60%, то ты не получаешь зарплату. Идет? Ну не-е-е. Также некоторых персонажей можно нанять за чертову кучу бабла. Правда, и тут есть нюанс. Добро пожаловать в команду. Да, конечно, пришлось для тебя отвалить несколько лямов, но я думаю, такой квалифицированный сотрудник, как ты, того стоит. Буду стараться, сэр. Но у меня есть одна просьба. Можете поднять мне зарплату? Как, уже? А цена вопроса? Пять. Пять. Пять тысяч? Или на пять процентов? Пять раз. В пять раз. Конечно же, нет. Ну, тогда я увольняюсь. Было приятно с вами поработать, пока. Это вообще как? К тебе рандомно приходят персонажи и просят поднять зарплату в три раза. А когда ты охереваешь и закономерно отказываешь, то через пару месяцев они возвращаются с требованием поднять зарплату уже в пять раз. И в случае твоего отказа увольняются. И если вы считаете, что этими абсурдными событиями авторы пытаются дешево создать кризисность в игре на ровном месте, да, вы абсолютно правы. Но не только ими. Также между членами вашей команды могут возникать конфликты. Например, что один стабильно тырит сэндвичи у другого. И если ничего не делать, то конфликт будет разрастаться. И с большой долей вероятности вам придется распрощаться с одним из ваших сотрудников. Но ничего, не переживайте, есть решение. Чтобы пресечь конфликт, можно отправить их на парный поход к психологу, который стоит всего-то каких-то четыре с половиной миллиона долларов. Вы знаете, по-моему, я придумал другое решение. Вот смотрите. Сэндвич стоит примерно 5 баксов. Умножаем на двоих. Умножаем на 365 дней. На 4 года. Делим наш бюджет. 308 сэндвичей в день каждому. Я думаю, что на ближайшие 4 года моего президентства им должно хватить. Да, это не шутка. Проблему с сэндвичами вам предлагают решить за какие-то жалкие 4 с половиной ляма. На всякий случай, для контекста, напоминаю, главная цель первого года вашего президентства накопить 7 лямов. А эти конфликты могут быть не только между двумя персонажами. Одновременно таких конфликтов в штуке 3-4 могут висеть. И, конечно же, из-за подобной херни, которую игра постоянно вкидывает, ну, плюс уход людей из-за стресса на заданиях, если вы не будете альтф4ить, ваша команда будет постоянно неукомплектована необходимыми специалистами. А взять их негде, так как даже несмотря на ваш высокий рейтинг, на работу к вам никто не спешит. Я-то сам, даже постоянно затирая краткосрочные сохранения, оказался в патовой ситуации по юристам. Первый свалил, не поделив бутерброд с коллегой. Второго пришлось отправить по сюжету работать в конгресс, так как на тот момент он был самым надежным. Третий свалил после неудачного запроса о повышении зарплаты в 5 раз. Четвертый находится сейчас в команде, но не работает, если рейтинг падает ниже 75%. А если не падает, то он стабильно раз пару месяцев уходит в запой и недоступен. А пятого у меня в игре не было. Все, юристы в Америке кончились. После этого миссии, для выполнения которых нужно 3 юриста, выглядят просто как откровенное издевательство. Но мы наконец-то переходим к финальной части игры. И, как вы понимаете, спойлеры, тайм-коды, если что, внизу. Внезапно оказывается, что формулировку для поправки мы подобрали крайне неудачно. Только бывшие президенты обретают неприкосновенность. Текущего президента все еще можно попробовать засадить. Благо, мы помним, мы просто держим кресло для молодящегося Байдена. На перевыборы не идем, и все, казалось бы, норм. Но внезапно следующий юный кандидат выпиливается. Руководство партии не видит других вариантов, кроме как и на следующие выборы выпихнуть тебя. А это еще потенциальные 4 года, в которые нас могут засадить. Такой расклад, конечно же, не очень устраивает, и мы начинаем прорабатывать варианты. Как бы проиграть на выборах. Но тут, опять же, внезапно на выборы от другой партии выдвигается твой главный сюжетный оппонент, который, дабы удержать тебя на посту президентства на следующие 4 года, сразу начинает себя топить. Мол, ребята, я лох, чмо и ничтожество. Выберите меня, пожалуйста, президентом. Это ты-то ничтожество, отвечает наш герой. Я тебе сейчас покажу, какое я ничтожество. И начинается жесткая заруба на понижение рейтинга. По сути, тут сюжет игры превращается в какой-то политический фарс. Мы берем на должность вице-президента серийного убийцу, который расправился со своей предыдущей жертвой буквально неделю назад. Начинаем подготавливать идиотские законопроекты по улучшению качества жизни маньяков в США. Устраиваем теракты. Сами сливаем на себя компромат. И не заканчиваем свои твиты никак иначе, кроме как «Назад, Америка!» и «Спросером вас, американцы!» Скажу откровенно, меня вот эта часть крайне повеселила. Хотя, если задуматься, конечно, то и сюжетно, и геймплейно – это полнейший бред. Да, возвращаемся к началу видео. Напомните, пожалуйста, а на какой хрен нам надо было 90% одобрения при принятии поправки? Чтобы стать самым популярным президентом США и никто из преемников не посмел ее отменить? Ну, это, конечно, здорово, что когда-то тогда у нас был высокий рейтинг, но заканчиваем-то мы свой срок самым низким рейтингом за всю историю. Причем, чуть ли не публично признаваясь, что вносили поправку тупо для того, чтобы нас не посадили за наши мутные дела в прошлом. Очевидно, что с таким контекстом нашу поправку в ближайшее же время отменят, и нам каюк. Что касается геймплейной части, думаю, самые внимательные из вас уже догадались. Да, вы же помните, что у меня только один юрист, который к тому же еще и отказывается работать, когда мой рейтинг ниже 75%. То есть, по факту, в конце игры у меня не осталось юристов, и взять их попросту негде. Ладно, буду надеяться, что на финальных заданиях мне не потребуется юрист. Что там? Так, тут нужен юрист. Тут нужен юрист. Тут юрист. Тут юрист. Юрист. Опять юрист. И... Команда юристов. Ага. Чего вы от меня хотите? Какие еще указы? Я всего лишь президент США. Где я вам должен юристов-то достать? В общем, ребят, если вдруг вы знаете, каким цензурным словом можно вот это вот назвать, напишите, пожалуйста, его в комментариях, потому что у меня в лексиконе таких слов не содержится. Ну, и мое персональное разочарование, это то, что при определенном прохождении вам в качестве доступного для найма персонажа может открыться Джун. Искусственный интеллект. Да, стоимость у нее, конечно, космическая, более полутора лямов в месяц. Но Джун это уникальный персонаж. Ведь только ей можно не оформлять загранник. Потому что если вы хотите отправить кого-то в миссию вне США, надо зайти и купить ему загранник, который будет действовать три месяца. А Джун не надо его покупать. Круто. Правда? Правда? Нет, не круто. Странно, что не круто. Игра думает, что это круто. В остальном все то же самое. У Джун плюс-минус те же навыки, те же конфликты с коллегами из-за виртуальных бутербродов, и даже стресс на заданиях она получает. Из-за чего искусственный интеллект надо отправлять в отпуск, поваляться на пляже у бунгало. Конечно, игра при этом пытается отшутиться, мол, хо-хо-хо, полежать на пляже, мне, искусственному интеллекту, это ж абсурд. Но при этом, когда сама игра по геймплею от тебя и требует ровно этот абсурд и делать, смеяться че-то как-то не очень-то и хочется. Короче, у меня вон есть в команде Пацан Хакер за полторы тысячи баксов в месяц. Ну, мы получаем, по сути, плюс-минус такого же, только за полтора миллиона баксов в месяц. Их за грани, конечно, делать не надо. Спасибо, большая игра. Впрочем, если вдруг вы считаете, что полтора ляма в месяц это запредельная сумма, то не считайте так. Ну, потому что буквально через месяц она придет и попросит прибавку до восьми лямов в месяц. Признаться, я не думал, что искусственный интеллект может быть настолько тупой. Что самое интересное, так как я LTF-четерил всю игру, у меня скопилась куча прокачанных за деньги законопроектов и неиспользованных предметов. Так что уже после поражения на выборах за пару последних месяцев я с легкостью поднял свой рейтинг обратно на 99% одобрения. Не получил от игры никакой реакции на этот финт, закончил свой срок и в концовке отправился отдыхать. Резюмируя, игра на самом деле достаточно слабая. Все, что связано с геймплеем этой игры, полнейший провал. Игра фактически сама учит тебя ее абьюзить, из-за чего игровой процесс не представляет интереса. Впрочем, глядя на все эти потрясающие попытки тебя подставить и на механики, связанные с твоей командой, я уверен, что без волшебных кнопочек Alt-F4 моя задница сгорела бы задолго до середины игры. Какой-то интерес представляет из себя только разве что сюжетка с сатирой в основной части и фарсом в конце. Но именно что какой-то. И я уверен, что это зайдет не всем. Особенно за 600 рублей и за примерно 20 часов, которые надо на эту игру потратить. Вот так вот. А пока что с вами был H2. Увидимся в следующий раз. Господин президент, а давайте законом установим максимальную цену на видеоигры в 30 баксов. Вы с ума сошли? 10 максимум!